всем привет ребята с вами сегодня я вошел в топ по опыту в общем тогда конечно если что это сервер кристалликс один из самых популярных серверов в снг и топ 15 это много или мало интересно если кто не знает то получается 23 октября 18.00 часов по мск был запущен вот такой вот самый режим вроде как он был запущен на 30 дней тут кстати пишут многие интересные личности да очень так за был запущен решили я только спустя 30 минут зашел так не знал что он запущен вот когда только увидел зашел да и начал развиваться туда были многие админы и так далее но в общем то понятно запущен новый режим сюда все сразу же зашли и когда я хотел зайти на сервер было полностью переполнена короче вот это вот все и я должен был ждать немного чтобы это все дайте ну как немного мне повезло кто то вышел и я сразу же зашел типа да меня вроде бы четвертой попытки зашло но другим то очень долго не могли зайти другие да это мне просто так повезло в общем то и как то так после того как я зашел я не знал что тут делать но я сразу же вижу я тут вот так вот сразу же заспанился вижу меню продажи и так далее вот тут вот кстати вот тут вот ничего абсолютно не было то есть там было что там внизу было написано но тут ничего не было я думаю наверное баг хотя позже оказалось то что это далеко не баг ну в общем то был запущен режим принципе да я не знал что делать тут а после захода я сразу же выбежал вот сюда вот и вижу зомби и сразу же побежал бить их но после того как я спрыгнул нет но почему-то в инвентаре дался вот такой вот обычный ящик я его открыл и меня выпало вот это вот оружие то есть плазменный меч это немного хуже чем вот такой вот клинок расчикающий монстров но в принципе а все же я им сразу же начал драться хотя а другим то было намного все сложнее так как они дрались самым стандартным на 5 урона хотя бы на 6 да вот сейчас у меня вообще короче самые топовые вещи и я начал как бы драться ну понятное дело что я бился бился ну убил и все я то есть ничего не понимал но я просто их бил потом читая чат и так далее я все же бегал туда-сюда смотрел что тут а вот и я короче такой захожу меню тут немного походил ну как походил в общем то посмотреть что тут есть всякие настройки и так далее нашел я такой кладку уровень и в общем то тут я улучшал свой уровень увидел что там нужно делать и так далее принципе улучшать было при плюс минус легко так как изначально были глобальные бусты и так далее то есть все включали чтобы быть хорошо но к сожалению к сожалению а тогда был один баг из-за которого глобальные бусты просто-напросто не работали бусты как бы были но бустом не было как-то так и мне пришлось как и остальным развиваться без бустов вот но ничего страшного так как у меня было такой как и у всех в принципе так что мы были доси наравне правда хотел бы заметить потому что я типа 30 минут после запуска режима зашел так что принципе я был далеко не в топе мне нужно было очень долго потеть настолько долго что только после следующего дня получается это 23 было сейчас 24 на момент записи видео вот 24 числа в 13.00 по мск только я вышел в топ это очень много ну в общем то я такой бегал продавал продавал и и дошел к пятому уровню это максимальная если что уровень я дальше не смог улучшиться и что мне оставалось сделать правильно ребит покупать но принципе я тогда думал зачем он ребит я же хочу выйти в топ а ребит это полное аннуление но тогда я был немного неправ так как опыт не аннулировался а я этого тогда далеко не знал и я потерял очень много времени из-за моей глупой ошибки настолько много что вы просто не можете представить и после того как я сделал ребит я только узнал что тут был такой вот магазин в котором можно было купить вот такой топор который лучше чем вот эти вот 7 получается мечи и так далее можно было добывать им тыквы и за вот эти вот добытые тыквы можно было покупать самые топовые оружия это также немаловажно ибо если бы я про это раньше узнал то я бы также был бы далеко раньше в топе так что если вы захотите играть в этом режиме будете не повторять мои ошибки и так далее то очень плохо ну в общем то подобрал я тыковы немного и купил собственно себе посох тыквы это самое лучшее оружие если хотите то сразу его покупайте на возможности в общем то да это если что вот тут находится сначала вы покупаете топорик для тыквы далее обмениваете тыквы получается вот тут вот все а тыквы не нужны так что можете сразу же все обменивать и потом туда покупайте вот такой вот посох тыквы все остальное тут ну плюс плюс минус вам не нужно разве что щит и то я им не пользуюсь но в некоторых случаях все же можно его купить если вам некуда девать ну в общем то я тогда играл до 11 часов вроде бы вечера и так и тогда не смог войти в топ и за вот столько времени получается от восемнадцати до двадцати трех ноль ноль за пять часов да за пять часов я только сделал два рыбитха на следующий день я как бы проснулся вот все дела по делу дела всякие и зашел сюда и в общем там очень было все плохо у меня было тогда 80 тысяч опыта а кстати я уже не в топе ну да ладно принципе это уже ничего страшного да а на пятнадцатом месте было только 160 тысяч не нужно было два раза больше всего добыть и это мало того так еще и бусты заработали и это был полный капец то есть тогда донатеры просто брали и покупали себе бусты и прокачивались намного быстрее прям намного вы не представляете насколько это намного в общем то очень было сложно они покупали удвоение то есть x2 до чтобы все умножалось на 2 плюс покупали себе 60 личных и того 60 умножить на 2 120 процентов плюс если сравнять с обычным игроком плюс ко всему кто-то покупал себе крутого чувака в общем то как то так она называется и тут они покупали себе много чего то есть бустер монстров бустер конфет и бустер монет то есть это все можно было также покупать только за это нужно опять же платить немного а подписка на супер игроку это тогда он считался супер игроком и мог этого все покупать и если вы заметите то топе абсолютно все с привилегиями единственный вот это вот третий на третьем месте человек не с привилегии ну и то он донатил вот поверьте мне он донатил я видел это в чате то есть абсолютно все донатили в кристалликс или же в этот режим и я сражался против донатера получается абсолютно все донатеры тут сильно донат решает поверьте мне так вот и я в общем то такой взял и нашел интересную тактику и сразу же не одну а несколько интересных тактик первое заключалось в том чтобы тут короче стоять фармить вот этих вот всех зомби чтобы получать себе монетки и так далее ну и опыт чтобы стать в топе да очень-то и тут фармил и также прямо тут вот вот тут вот где-то в общем-то да спамился вот это вот зомби тыквенный зомби да в общем-то он тут спамился из-за него дают много монеток а за монетки можно было прокачивать и делать рыбитки в общем-то да это такая первая тактика что лучше всего мне понравилось я знаю что еще игроки берут короче все заманивают себе зомби и становятся где-то вот тут в общем-то да чтобы из доме не доставали и просто били всех мечом а тут еще по 1.9 поэтому тут резащий клинок это все работает и хочет они также получали очень много денег была еще тактика по поводу посоха тыку то есть они брали подходили к траве и просто вот так вот посохом тыквы вот так вот полностью если что-то она обычно это всем нельзя делать просто когда ты ломаешь траву это посох тык тогда стреляет вот так вот короче это все работает и тогда они просто так вот ходили траву типа косили хотя ну короче на привате получалось вот такое вот и так можно было также принципе плюс минус неплохо фармить себе всякие головы черепы и так далее которые можно было продать и получить деньги вот кстати одна из тактик которую я уже вам рассказывал то есть тут человека стоит сейчас я вам покажу то есть надо прописать два раза хать чтобы его убедить вот видите он просто так вот стоит ждет зомби или же вампиров это все равно принципе лишь зомби или же вампир а потом их гасил есть еще тактика что типа игроки просто искали самых босса вот таких вот типа дракулы так далее то есть это обычного пирата дракулы ночи то я думаю вы понимаете да просто их искали и убивали тогда получали они очень много денег вот лично моя тактика который опять же я сам как бы нашел не только ее я сам нашел а еще нашел типа с травой но принципе смотрите как это все работает сейчас я вам покажу может вы также зайдете поиграйте в общем-то я вам это все рассказываю да ну давайте отойдите пыш пыш да не получится в общем-то тут мало игроков сейчас именно так что смотрите как у меня тактика это вся была сработана и так тут и вампиры спавнились я просто нажимал на табличку и она как будто активировалась короче табличка чтобы те все самые телепорты активировались да очень то видите сейчас щит помог немного хочет отдавать и умирать и давайте быстрее чтобы я вам показал это все и просто такой на табличке нажимал и тогда и но все как бы было хорошо вот видите тоже сами парочи нужно это уловить тамин тогда все будет хорошо но опять же тут мало почему-то сейчас игроков, и поэтому вампиры просто от других сторон идут, и поэтому сейчас эта атакика просто-напросто не активна. Вот, к примеру, я сейчас продам эти все ресурсы, которые, ну, я немного добыл, так, кстати, смотрите, сколько у меня мечей, и я получил 36 тысяч монет, это с x3 бустером, то есть в 3 раза больше я получаю бустера от обычных игроков. Также тут были, ну, мало чем они помогали, но все же есть и дневные задания, вот сейчас я могу, мог бы получить, если бы не баг, небольшой, да, в общем-то тут можно было получать всякие задания, их выполнять вообще просто, и получаешь награды, правда они опять же, ну, такие себе. И все же, да, я поупэшился, я дрался, так скажем, до последнего, да, так как, ну, все же нужно было это сделать. Ну, и как бы я это сделал. Вообще, ребятки, я это, ну, не просто как бы так делала, а что я бы просто вот это вот все делала, это все из-за того, что на моем канале две тысячи подписчиков. Это реально очень хорошая, как бы, сумма и так далее, в общем-то, всем спасибо, кто подписывался, кто ставил лайки, это очень сильно меня поддерживал, в общем-то, ребятки, ну, не нужно рассобляться, как бы, нужно и дозе, а вот ставить лайки, подписываться, если кто еще не подписан, ну, алло. И если вы покажете очень хорошую активность над этим видеороликом, там, то я буду такие похожие делать, ну, часто. А что самое главное, без доната. Я бы мог задонатить, опять же, на какого-то там супер-эккаунт, вроде как, ну, плюс-минус дешево стоит для своей цены. И вот у меня сейчас битцов 365, или же битца, в общем-то, не знаю, куда правильно, на голос ставить, в общем-то, да, он довольно-таки дешево стоит, и, в принципе, получать из этого очень неплохие такие, получается, подарки. В виде бустеров, конечно же. Но все же я этого не стал делать, потому что, опять же, я хотел показать, что это все возможно без доната. Вот, но, в принципе, опять же, нужно уметь. То есть, если бы вы не умели что-то там делать, например, тебе же хорошо кликать, в принципе, да, нужно тут очень часто кликать, я уже не знаю, сколько я кликов сделал, но у меня как будто сейчас палец отвалится, честное слово. Это не шутки и так далее, то есть, ну, кликать очень часто нужно, прям очень. Если ты с полосоха только за три удара убиваешь зомби, а я их убил, ну, возможно, ну, не знаю, больше тысячи, это точно, больше, где-то около пяти-десяти тысяч, ну, точно, опять же, не могу сказать. А если пять тысяч умножить где-то плюс-минус на четыре, потому что, ну, не каждый раз срабатывает это все, потому что я вот сколько стреляю, ну, очень много кликов, где-то, может, десять кликов, и только пять сработало. Так что, ну, давайте возьмем четыре. Пять тысяч умножить на четыре, это уже будет двадцать тысяч. Двадцать тысяч кликов. Возможно, я столько как раз таки сделал. Но я знаю, что игроки делали и больше, поэтому, в принципе, жаловаться не буду. А вот, кстати, тыквенный зомби, это один из боссов, как раз таки он заспамился вот тут, вот, где я и вами говорил, так что, в принципе, мы его убиваем. Давайте сейчас попробуем его убить, или же он убьет, этот человек, который возле меня, или же я убью. Давайте сейчас посмотрим, возможно, я убью и покажу вам награду, которую вам дадут за зомби, как бы. Видите, сколько я кликаю? Это капец. То есть, нужно его убивать, убивать, убивать. И я его убил, и получил за это сто шестьдесят восемь тысяч монет. Это процент от моего баланса. То есть, если у вас ноль денег, то вы получите минимальное количество. А если у вас много денег, то вы будете много получать. В принципе, это правильно они сделали. Но боссы прям очень редкие, и не факт, что вы его убьете. И вот вы видите, насколько быстро топ, как бы, идет вверх. То есть, сейчас уже 265, хотя недавно было 250, и это нужно гнаться прям за топом. А не просто вот так вот стоять. Каждая секунда важна. Так что, если что, то ссылочка на Кристалликс будет в описании, там вы можете скачать в лаунчер. Правда, он только для ПК. Ну, в принципе, я на телефоне таких прям сложных челленджей для себя не видел, поэтому я перешел на ПК. Да и плюс на телефоне. Ну, как на телефоне. Я бы играл на ПК, и другие просто на телефоне, и поэтому я просто этого не захотел делать. Потому что, ну, это было бы слишком легко. Даже если был бы такой же самый, получается, режимчик, то все равно. То есть, все бы играли с телефона, считай. Ну, в принципе, как-то так, ребятки. Опять же, спасибо за 2000 подписчиков. Можете вступать в мой дискорд. Вот сервер, если что, то он реально есть, и над каждым видео есть на него ссылка в описании. То есть, это еще давно было, но только сегодня это упомянул. И на стримах бы я упомянула. Но стримы еще не скоро, поэтому, в принципе, да. Если что, то стримов нету, потому что, ну, немного плохой у меня интернет. Я бы с удовольствием его запустил на 2000 подписчиков. Но, к сожалению, не могу. Но все равно, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был я. Меня зовут Даматый7000. Всем удачи и всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok